Размах фестиваля впечатляет. Для сравнения, в Сочинской Олимпиаде приняли участие 80 стран мира. В фестивале карикутуристов – 40. Во многих работах иностранцев прослеживается одна тема. Интергости так и не поняли, как русские смогли провести зимнюю Олимпиаду в тропиках. На нарисованной лыжне распускаются цветы, а финал прыжка с трамплина – на снойном пляже с ласковым морем. Прошли эти выставки в этом году, в связи с тем, что такое замечательное событие, как Олимпийские игры, в нескольких городах одновременно. В Москве в Академии художеств состоялась выставка, где получили дипломы Академии художеств, наши художники. Прошла в Екатеринбурге, в Челябинске, потом в Озерске, в Снежинске, в Челябинске области, в Анапе. Впервые в истории карикатуры, чтобы одновременно шла выставка в разных городах. Причем такая представительная. Фестиваль родился в Анапе на базе музея Горгипия и за несколько лет стал международным. И только в Анапе выставлены оригиналы. В других городах России на суд зрителей представлены копии. Одна из лучших работ, признанная Академией художеств, симбиоз карикатурного жанра и классики Шагала на олимпийскую тему. Всего было прислано более тысячи работ. Свою работу выставили и сотрудники музея Горгипия. Использовали свои же экспонаты. Наш музей с удовольствием проводит выставку карикатуры. И на выставке вы увидите такой интересный экспонат. Это наши традиционные амфоры. Но если вы вспомните открытие, пятое нераскрывшееся кольцо. Вот наши амфоры авитой лентой. И одна маленькая амфора, как напоминание о том счастливом, прекрасном моменте открытия Олимпийских игр. В общем, есть на что посмотреть и с чего посмеяться. Тем более, что впереди два выходных. Да и вход на выставку бесплатный. Спешите увидеть. Выставка продлится всего неделю. С 25 февраля по 4 марта. Вадим Родин. Анапа. Регион.